Девушки отдыхают Дорогие преданы, мы приветствуем вас на замечательном празднике, который называется Гвардхан Пуджи. Большое всем спасибо, что вы нашли в себе силы и желание прийти на этот праздник и выразить почту Гвардхану. Как вы знаете, Холму Гвардхан не отличен от самого Господа Кришны. И как вы знаете, что поклонение Холму Гвардхану и поклонение Господу Кришны приносят вечные плоды. Это мы освобождаемся от рождения, старости, болезни и смерти. Сегодняшний восстанец, который вы предлагали имениннику, был не что иное, как подношение. Подношение Холму Гвардхану в знак своей признательности и преданности ему, что мы очень уважаем, любим его. И поэтому нашли силы и возможности прийти на этот праздник и выразить ему свое почтение. Сейчас именинник наряжается. Это непростое дело, сделать Холму Гвардхан, когда на дворе Калиюга, когда храм Калиновка за 3-9 земель. Надо все привезти и люди, которые участвуют в этом, это просто герои. Большое всем спасибо, кто принял участие в создании Холма Гвардхана. Это было буквально с утра и до вечера, два дня. И поэтому требуется еще какое-то время для того, чтобы он нарядился и вышел в студию. И мы предлагаем очень смиренно. Пока Холма Гвардхан будет наряжаться, я объясню, для чего и как мы будем его обходить. И если у вас есть силы еще и желание немножко послушать, то сидите 5 минут. И мы просто, чтобы это было более осознанно, а не просто так. Итак, Холма Гвардхан, как я уже сказала, он не отличен от Господа Кришны. Все заключается в нашей вере. Насколько мы понимаем, куда мы сегодня пришли и что мы сейчас делаем. Если человек просто работает, но не понимает цели, зачем он это делает, то плоды его будут нулевыми. Поэтому то же самое, если мы сейчас присутствуем здесь, но наше сознание непонятно где, то, как говорится, это очень грустно, потому что мы не получим милость Холма Гвардхана. Холм Гвардхан появится в студию благодаря нашим сердцам, которые ждут его и которые хотят вознести на свои прекрасные молитвы. Естественно, что вы понимаете, что процесс таинства произойдет только в том случае, если мы будем правильно делать правильные вещи. И поэтому, как вы будете молиться, зависит от того, как вы сейчас будете понимать, что вы делаете и зачем вы это делаете. То есть это не произойдет только потому, что он войдет в студию. Он войдет в студию благодаря вашей вере, которая есть в ваших сердцах. Понимаете, да, о чем я говорю? Поднимите руку, кто вообще слышит меня. Отлично. Ну все, тогда я буду для вашего же блага и для собственного очищения продолжать дальше. Итак, Холм Гвардхан – это сам Кришна. И если наша вера позволяет, то мы можем вознести очень горячие молитвы. Молиться Холм Гвардхану надо очень осторожно, потому что если молитва будет искреннее, он будет ее исполнять, он ее исполнит, потому что это сам Господь. И вы знаете, что он издревле исполняет желания своих преданных. И если мы будем просить какие-то материальные блага, то, как говорится, если вы подходите к самому богатому человеку и просите пригоршную риса, то это смешно. Вы проделали колоссальный путь. Вы встали сегодня утром, вы одели сарю, вы приехали, вы сделали пожертвование, вы поете, вы танцуете. И после всего этого Господь заходит в студию, приходит к нам на наше собрание, и вы говорите, мне немножечко риса, пожалуйста. Поэтому материальные желания во время обхода Холма Гвардхана, они не приветствуются. Господь может исполнить все наши желания. Поэтому постарайтесь сейчас немножечко заглянуть в свое сердце и подумать, что бы вы хотели попросить у Холма Гвардхана. Я могу поделиться своим опытом, когда мы были достаточно неопытные, преданные и первый раз увидели Холм Гвардхана и попали на этот праздник. Наши духовные учителя, видя наш незрелый опыт, они сказали, ничего не просите у Гвардхана материально. Потому что мы не различали, что это Бог, не Бог. Нам говорят, что это Бог, и по своей невинности мы понимаем, что авторитеты нас не обманывают, и мы думаем, ну, конечно же, это Бог. Сейчас Он принял эту форму для того, чтобы мы могли с Ним пообщаться. Форму, как его назвали в рассылке, «Сладкая гора». Но она будет сладкая только в том случае, если будут правильные взаимоотношения с этой сладкой горой. Поэтому учителя сказали, не просите ничего, просите только любовь к Богу. На тот момент мы не понимали, что такое любовь к Богу. Но вы просите. И я хочу сказать, что мы просим это до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня мы просим, у Господа, научи нас любить, научи служить. И это непростой звук, и это непростая гора. Потому что если бы это была простая гора, то наши сердца так бы и оставались каменными, и мы не могли бы даже двигаться. Камни, они не двигаются, они находятся на одном месте. Но видите, наши праздники, они становятся все больше и больше. Все больше и больше видно здесь счастливых лиц, преданных, которые поют и танцуют для Господа, которые что-то делают для Господа, которые убирают зал, которые готовят просад. Это по-настоящему подвиг. Для жителей Кали-Юги все, что мы делаем, это совершенно не характерно. Жители Кали-Юги, они сегодня практически превращаются в камни. Они просто лежат. Просто лежат и едят. Но преданные они не такие. И природа преданности, она другая. Она очень самозабвенная. Она очень радостная, веселая. Она очень теплая. Она очень душевная. Это природа преданности. И мы пришли на этот праздник, чтобы выразить благодарность Халму Гвардхану за то, что преобразовывает наши сердца. Наши сердца можно изменить. Изменить может только Господь, не полубогу. И как вы слушали, Шикам Прабуон объяснял вам, что поклонение Господу Индре не принесет никаких результатов. Как бы мы ни старались поклоняться сильным мира сего, ничего не произойдет с нашим сердцем. Потому что сильные мира сего, они тоже в рабстве материальной природы. Материальный мир, как вы знаете, это тюрьма. И все здесь живые существа, они получили эти временные материальные тела. И в силу своего незнания они поклоняются сегодня этим материальным телам. И лишь преданные они выходят за рамки обусловленности и праздную те фестивали, которые празднуются исключительно в духовном мире. Поклонение холму Гвардхана сегодня идет по всему миру. И все здравомыслящие люди, которые верят по-настоящему, что Господь Кришна — это верховная личность Бога, они поклоняются холму Гвардхану как не отличному от самого Господа. И когда мы подходим к Господу, то нельзя подходить к Нему, как я уже сказала, с глупыми желаниями. Постарайтесь настроиться и попросить у Него самое сокровенное, что бы Вы хотели попросить. И самое сокровенное — это любовь к Богу. Потому что благодаря только этому чувству мы можем оставить это бренное материальное тело и этот бренный материальный мир. Только благодаря этому чувству мы можем понять и познать верховную личность Бога. Потому что он говорит, что я глупцам и невеждам не являюсь. И холм Гвардхан, он тоже не откроется к нам, если мы не будем его ждать и находиться в правильном настроении и правильно возносить молитву. Поэтому сейчас наш замечательный Киртани Малахара Прабу, которого мы поприветствуем все дружно в Харьбол, три раза. Нам всем нужна поддержка. Мы все духовно слабы. И поэтому, если мы будем долго-долго и часто-часто друг друга поддерживать и прославлять, я думаю, что из этого получится очень хорошая духовная семья, семья Шриго Прабу. Итак, сейчас, пожалуйста, оставайтесь все на своих неместах. А Гвардхан зачем сюда несут? Сюда-то зачем? Сюда зачем? Здесь будет украшение? А, две минуты? Да. Ну что ж, тогда еще потерпите две минуты, его сейчас украсят. Потом его поставят в центр зала. Большая просьба. Нельзя брать ничего с Гвардханом руками. До тех пор, пока, ну, вы знаете, это не просто, это личность. Если вы будете личной, строгать руками, как божеством, знаете, это не очень хорошо. Поэтому большая просьба детей взять, чтобы они, ну, не хватали ничего с Гвардханом, а просто дружно. Сначала обойдут, ну, пусть... Или мы пройдем, знаете, как будет внутренний охот, это матуша, а внешний это матуша. Ну, чтобы мы все одновременно обиделись. Ванадаром и Лили, духовно Лили, обходят, они еще один канал. И все дружно, они обходят, и в это время же не просто, они просто, они же так говорят, надо, а его и так. И мы можем начать на время отхода, можно самогататься, чтобы отдать. Вот смотрите, есть предложение. Я думаю, далеко не отходить, сейчас нужно нести. Мы уже знали, что поклонение в месяц карты у нас выпадает в месяц карты. Понимаете, кто знает, что сейчас идет карты? Поклонение в месяц карты увеличивает наши все духовные подвиги. Деяние Господа Кришны, который сегодня для нас принял форму этого замечательного холма. Деяние Господа Кришны, который сегодня для нас принял форму этого замечательного холма. Скажите, пожалуйста, вы услышали, что он будет? Отлично. Итак, руками не трогайте. Только смотри, не поставь его внести к маме. Мальчики идут по внешнему кругу, а девушки только будут на микро. И три раза начинают эти вопросы, которые мы с вами хотим. Это огромное количество словно подниминок, и ваши вопросы-фразы. Можно помолиться, если нет, не очень относительно продвинут. Такой приют, как-то и безмогительная технология. То есть можно принести очень хищный неразначенный момент, который он мог бы как, не иметь «дус�ло». Все зависит от наших нужд. Хорошо, а сейчас мы в небольшой клипе, а во время опроса мы будем петь Дамазарасу. У всех есть песни, никто бы знает, что мы будем делать. А вот мы, может, это маловременно, он будет петь, что мы будем делать. Дамазарасу есть. Тогда, пожалуйста, раздайте, каков, больше, прошу, не толкайтесь вокруг Алмамагарана. Давайте вести себя как леди и джентльни. Не наступайте друг к другу, не толкайтесь. То есть, согласно вашей вере, вы получите минус Алмамага в руках. Не от того, сколько там кругов следует, и не от того, как вы кому-то мамы поступаете. Поэтому все очень спокойно, достойно, как положено. Все мои, как право своего преданного, это всегда человек лучшего класса. Это всегда джентльни и всегда люди. Поэтому давайте вести себя таким образом, особенно вокруг Алмамагарана. И руками, пожалуйста, не трогайте. Всем большое спасибо. Еще раз поприветствуем нашу Кирканит. И медленно будем продвигаться по Музову. Спасибо.